Туристические компании в конце сентября традиционно подводят итоги сезона. А именно сейчас стало известно, что к нам, правда не только с туристическими целями, но еще и для бизнеса, обучения и лечения, за 9 месяцев этого года въехали около 2 миллионов иностранцев. Примерно столько же белорусов покидали страну для отдыха. Чем запомнилось это лето не только отдыхающим, но и работникам посольства и консульств Беларуси за рубежом. В студии Контуров начальник главного консульского управления МИД Александр Островский. Санкт-Петербург, вот сейчас заканчивается туристический сезон. Насколько часто консульствам Беларуси за рубежом приходилось помогать нашим соотечественникам? В каких случаях? Вы знаете, довольно часто. На первом месте утрата документов, денег, обратных билетов. Далее получение травм в дорожно-транспортных происшествиях. Кстати, БИЧ для нас это как раз-таки соседние страны, особенно Украина. И особенно это направление на Одессу и на Крым. Люди пытаются длинное расстояние покрыть в течение короткого времени. Без отдыха, устают, засыпают и просто мясорубка происходит на дороге. Ну и травмы, в том числе во время отдыха, на воде. Прыжки со скал и так далее, и так далее. А советы, которые вы даете будущим туристам, какие это советы можно перечислить? Но, естественно, страховка это прежде всего. Это самое главное. Не нужно долго здесь рассказывать, что при отсутствии страховки возникают колоссальные финансовые проблемы. Да, конечно. И мы знаем, какие проблемы. И если ее нет, то заграночереждение не в состоянии оплатить лечение, возвращение. Поэтому это ложится бременем на родственников. Конечно, главный совет посмотреть срок действия своей визы. Кстати, вот шенгенская виза, она носит немножко такой лукавый характер, потому что выдается сроком действия на 90 дней, сроком пребывания за границей на 90 дней, но сроком действия на полгода. И наши граждане порой понимают, что они могут там полгода находиться. Свыше 90 дней нарушение миграционного законодательства, проблемы с миграционными службами, и возможный исход это на включение в списки невъездных. Конечно, обязательно иметь телефоны контактные наших заграночереждений в странах, куда направляются наши туристы, или в соседних странах, обязательно российских заграночереждений, потому что у нас есть совершенно твердые договоренности с российскими коллегами о том, что они оказывают помощь нашим гражданам, консульской правовою. Не во всех аспектах, но главное, вернуться на родину, они помогут. Бывает, что наши соотечественники, это нечасто, и как раз на фоне всех других мы выглядим в этом смысле благополучно, но расслабляются за границей по полной, особенно в тех местах, где, как говорится, все включено. Вот у нас была такая интересная ситуация, что обратились с просьбой разыскать родственников, которые должны были отдыхать там-то и там-то, но на связь не выходят. Оказалось, что они уже несколько дней не выходят из номера, поскольку отдыхают. И вот уровень взаимодействия нашего консульского учреждения с правоохранительными властями этой страны договорились о том, что мы их привели в нормальное чувство, сопроводили в аэропорт, и договорились, что по месту их следования и в аэропорту, в радиусе 100 метров, все магазины, где торгуют спиртным, будут закрыты. Пара благополучно вернулась. То есть это тоже входит в вашу компетенцию, в помощь? Помочь нужно в любой ситуации. Александр Александрович, сейчас много говорят о визах, вот мы уже затронули этот вопрос, да, причем всегда рассматривают не менее двух аспектов, доступность и стоимость. Вот, конечно, 60 евро, допустим, за шенген для гражданина Беларуси, сумма, в общем, немаленькая, к тому же за год белорусы платят, по-моему, 2 миллиона евро, если не ошибаюсь. Ну, эта цифра, наверное, посчитана таким образом. По сведениям Еврокомиссии, в прошлом году белорусы получили более 700 тысяч шенгенских виз. Ну, очевидно, просто автоматически умножили на стоимость и получили такую сумму. Ну, вот эти визы в Беларуси ведь тоже не дешевые, да? От 60 и... А в аэропорту-то вот было 180 вообще евро. Я проясню ситуацию. С 2010 года у нас действуют унифицированные ставки консульских сборов за выдачу виз в большинстве стран мира. И за основу, за стоимость однократной визы мы взяли как раз-таки стоимость шенгена, 60 евро. Что касается стоимости визы в аэропорту, то мы исходим из того, что для тех граждан тех стран, где нет наших заграночереждений, виза в аэропорту должна быть немногим дороже, чем если бы они получали в посольстве. Поскольку, ну, у них такой возможности нет. Поэтому для них она стоит 90 евро. Но надо исходить из того, что виза выдается не просто в срочном, а в сверхсрочном режиме, то есть в присутствии человека. Да, когда происходит трагедика. Совершенно верно. И 180 евро это для граждан стран, в которых имеются наши посольства. Ну, вот известно, что указом президента Беларусь ввела безвизовый режим для участников и гостей Чемпионата мира по хоккею 2014 года. Вот есть ли какие-то планы по либерализации визовой политики вообще в целом? Мы считаем, что в отношении большинства стран мира необходимости упрощения визовой формальности нет. Напомню, что процедура абсолютно проста. Для поездок с деловыми целями на срок до 30 дней необходимо предстоит наше заграночереждение всего лишь заполненную анкету на двух страничках 25 вопросов, фотографию, паспорт, консульский сбор. Все, никаких приглашений. Страховка, за исключением стран, в которых есть партнеры наших страховых компаний, это Прибалтика и Польша, мы не требуем. Срок оформления визы 5 рабочих дней, туристическая виза выдается в течение 3 рабочих дней. Я уже говорил о возможности получения визы в срочном порядке. Тариф мы называли 60, основной он увеличивается из-за кратности или срочности. Но у нас есть такой уникальный, я считаю, тариф, который не практикует большинство стран мира, как тариф за групповую визу. В группе от 5 человек, это, согласись, с полноценной семьей, папа, мама, дети, тещи, свекрови, стоимость визы 10 евро с человек. Ну, согласись, что меньше свекрови предстоит. В этом смысле мы считаем, что на шенгенском или европейском направлении, а также в отношении ряда других государств, у нас очень либеральная, простая, транспарентная процедура, которая не является препятствием для въезда в нашу страну. На других географических направлениях мы работаем с нашими партнерами на основе принципа взаимности. Ну, кстати, многие страны, в том числе Израиль, хотят отменить визу. Взаимно причем, да. Тема наших визовых взаимоотношений с Израилем сейчас в стадии обсуждения. Прорабатывается целый ряд вариантов, но о уже, так сказать, готовых фактически к подписанию соглашения, я могу сказать, и это ваших зрителей наверняка заинтересует. Мы готовы к подписанию соглашения о безвизовых краткосрочных поездках на 30 дней с Турцией. Оно готово. Будет подписано, когда будет завершена работа над соглашением о реадмиссии приема передачи лиц, но они всегда эти два соглашения в увязке идут. По общегражданским паспортам для безвизовых поездок на 90 дней с Аргентины и Бразилии, страны вроде не близкие, но все-таки такого туристического направления. Есть задумки еще по целому ряду государств, но и повторюсь, здесь мы движемся на основе принципа взаимности с учетом аспектов наших политических, экономических, гуманитарных отношений двусторонних, с учетом иммиграционных рисков. Ну что ж, большое спасибо, Александр Петрович. Субтитры создавал DimaTorzok